Меня часто спрашивают, почему предсказания астрологов, гадалок и прочих прорицателей будущего сбывается. На самом деле, все дело в доверии. После того, как вы поверили какому-то человеку и тому, что он рассказывает, дальше с вами происходит так называемое когнитивное искажение. Вы начинаете видеть те факты, которые подтверждают эту точку зрения, и игнорировать те факты, которые ей не соответствуют. И это происходит на бессознательном уровне. Уильям Харт провел огромное системное исследование. Он изучил 91 научную работу, в которой в целом участвовало более 8 тысяч человек. И все эти работы были посвящены данному когнитивному искажению. И вот такой суммарный анализ показал, что мы в два раза чаще склоняемся в пользу подтверждающей информации, нежели той информации, которая опровергает наши изначальные установки. Поэтому здесь просто нужно быть аккуратней, серьезней и понимать, что наш мозг нас частенько обманывает. Не хочется расстраивать, а тем более обижать 23 тысячи человек этого массового забега имени Тони Робинса к успеху и счастью. Ну, конечно, это обычный мотивационный лохотрон. Ничего предусудительного нет. Тони Робинс имеет право зарабатывать деньги так, как он считает нужным. Это вообще интересное зрелище. Он хороший стендапер. Тут вопросов никаких. Хорошее шоу, хорошая программа. Шоу мозгового. Но сами мы должны понимать, что рекомендация поставить руки в боки и почувствовать прилив тестостерона, или прижать руку к сердцу, почувствовать ее биение и крикнуть «Хей!» — это слабый, так скажем, задел на успех в бизнесе, жизни и так далее. Если вы действительно этого хотите, успеха, надо работать. Только в этом заключается наш действительный успех. А в остальном — Тони Робинс. В своих статьях и выступлениях я говорю о двух главных проблемах, с которыми сталкивается современное общество. Первое — это информационная псевдодебильность. Мы действительно массово глупеем. И второе — это коллективная безответственность, связанная с атомизацией нашей социальной структуры. Совпадение этих двух факторов способно привести к идеальному шторму. И совершенно непонятно, где нам ждать эту угрозу. Например, есть эти ВИЧ-диссиденты и всякие антипрививочники. Они считают, что они могут сами принять для себя такое решение и перестать прививать детей, лечиться и так далее. Я абсолютно не понимаю, что любая инфекция — это инфекция социальная, потому что она распространяется через других людей. Если вы перестаете прививаться, если вы перестаете лечиться, то вы создаете риск для всех окружающих, а не только для самих себя. И вот это слабоумие, оно готово нас, собственно говоря, обречь просто на... Субтитры создавал DimaTorzok